Вот заносим последний мешочек. Все? Да, все. Хоть и своя ножа не тянет, но тяжело. Вот они все тут. Да, да, да. Сейчас будем сразу раскладывать. Да, давай его тогда. Он лучше, чем чья-то. Что у вас нового? Пойдемте, покажу нового. У нас есть, хоть и не очень, но все-таки маленькие успехи. Пойдемте, я вам покажу. Я сказала. Смотрите, он в будке был, да? Да, в прошлый раз мы с дами не смогли посмотреть Федю. Смотрите, роскошность. Можь какая. Красота. У Федя очень интересная история. Я думаю, вашим подписчикам будет интересно. У Федя даже есть судимость. Судимость? Судимость. История была такая, что Федя истощенный пришел в одну деревню. Это была голова, грудь, тельца не было, две доски и ноги, которые не ходили. И вот жители деревни, недалеко от нас, его стали подкармливать. Ну, а весной случилась такая история, что молодые люди гуляли, был пикник, у них была маленькая собачка. Потом, под пив, они решили угостить Федю и пошли с этой маленькой собачкой угощать его косточками. Я понял, они подвалились, короче. Собачонка сунулась в тарелку к Феде, один укус, и все, собака умерла. На Федю была написана в суд бумага. И на жителей деревни, чтобы они оплатили все. Можно. Вот я ходила два раза в суд, я заступала за собаку. Но человеческая глупость, она, конечно, безгранична. Мне очень жалко эту маленькую собачку, но я считаю, что виноваты хозяева. Ну, конечно, надо думать все равно. Не каждому воспитанному усу можно будет дать кости и пригласить другую собаку. Вот, поэтому это... А сейчас мы посмотрим с вами, как Федя гуляет. У нас не такие воспитанные, как у вас, но все-таки у нас умные собачки. Федюша, гулять, гулять, сыночка, гулять, мой зайчик, гулять, 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 гулять. Федя пошел сам гулять. Он пошел в выгул, он любит этот выгул. Какой большой и толстый собака. Федя. Федюша, иди сюда. Федя очень ласковый, вы можете его потискать, погладить. Федя, 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 иди ко мне, сыночка. Федя не хочет ее. У нас, когда приходят детки, иногда с родителями, я выпускаю Федю и детей. У родителей, вы посмотрите, я просто знаю, что вот Крусику можно выпустить. И эффект такой вот ошеломляющий и очень довольный. Родители в шоке, дети в восторге неописуемом. У меня тоже, когда внуки приходят, они тоже вот к Феде его тискать. И это, конечно, ну вообще, Федюш, иди сюда, сыночка. Федя, 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 ну иди ко мне, Федя. Ай, Федя, ай, скромняга. Он там нюхает цветы, мы потом к нему зайдем, он к нам придет. Сам же побежит в выбор. Вот такая вот у нас история про Федю. У Федя есть человек, который его курирует. К сожалению, он его не может взять, потому что, ну, Федя, сами понимаете, круто. Курирует, то есть имеется в виду, кормит как-то? Ну, иногда он помогает кормом, он к нему приходит в неделю раза 3-4, он с ним гуляет. А, гуляет. Вы не представляете, как это единение человека и собаки, как Федя его ждет, как он ему радуется, как он пляшет. И когда иногда приходят смотреть, Федя прячется, чтобы его не выбрали. Чтобы его не выбрали, короче. Федя ждет своего Андрея, ну, не знаю, Андрей строит дом, не знаю, получится ли, чтобы Федя был его. У нас собаки все сидят отдельно, но у нас существуют семьи, их дружба. Я вам сейчас покажу дружбу. Они сидят отдельно, но сейчас я запущу Мию, смотрите. Это Мия, это девочка, она у нас со щенков. Мия, девочка моя. Пойдем за Бруно, за Бруно. Пойдем, пойдем. Где Бруно, Бруно, где? Беги, беги. Она пошла к нему. Это как, вот Бруно, 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 вот он. Давай, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Она доминант. Она его провожает. Провожает. Потом его она обязательно. Поставим варианты, вела в загон. Это просто как семейная пара. Жена, вот они вышли, погуляли. Они прямо дружат хорошо вместе. Да, они играют. Она прямо нашла, подошла. Да. Доказала, выпускаю вот эту. Да, да, да. Вот все, все, моя хорошая. Потом она его загоняет в вольер, чтобы, не дай бог, никуда налево не ушел. В свой вольер. Я закрываю. Это пастухий вариант такой. Вот она с ним ходит. Она такая. Если он убежит, например, не пошел, и он сюда приходит, она его наказывает. А как наказывает? Ну, так, потреплю чуть-чуть, любя. Так что, вот такая вот у нас вот собачья история, любовь. Пойдемте дальше. Ну, эти тоже дружат. Я потом выпущу с кем они дружат. Они не вместе ведь нашлись, они просто похожие, да? Они похожие. Они похожие, но у нас со щенков такое ощущение, как будто из одного помета. Ну, совершенно в разных местах. Одна из Тутаева, другая там в Пуссове была найдена. Брошенные щенками. Ну, довольно-таки очень хорошие. Какая шерсть хорошая. Хорошие они такие, очень добрые, хорошие. Вы, наверное, заметили, что у нас появился розовый цвет. Да, покрасили. Вот. И вот отсюда, начиная. Здесь у нас утепленные вольеры. Мы утеплили стены, туда, если зайти, там утеплили, покрасили. Это чувство девчачьей вольеры? Нет, это уже у нас так. Какая краска есть? Я понял. Какая краска? Сейчас все можно. И мальчикам, и девочкам розовое. Поэтому у нас вот так. А вот эти картинки, это я вам хвастаюсь. Это их много. Вот здесь вот. Это нарисовали мои внучки. Поэтому я обращаюсь к вашим подписчикам. Если у вас есть художники, дорогие подписчики Ксения и Дмитрия, пожалуйста, если вы им передадите ваши картинки, мы с удовольствием их примем в дар. Можно на разного формата, но они должны быть выполнены красками для улицы. Мы будем очень-очень рады. Собака, может, это не нужно, а нам радует глаз. Все ссылочки, как можно прислать что-то, помочь картинке или не картинке, все будет закреплено ниже. Ссылка на группу ВКонтакте. Все будет закреплено ниже для помощи. Вот мелочи приятные, что называется. Ну, какое-то неказенное. Ну да, это, конечно, украшение. Тем более человек старался, энергетику вкладывал положительно. Да, вот у нас, видите, у каждого. Вот это у нас все утепленные вольеры. У них поднятый пол, потому что в этой осенью нас топило. И очень сильно топило. Видите, вот мы... Очень красивые глаза. Вот эти собачки у нас тоже дружат. Сейчас я вам покажу. Зайчики! Кейси! Стрелка! А вы немножечко в сторонку. Они боятся. Вот бояки. Пойдете гулять? Кейси, Кейси! Вот фиг пойдут. Пойдешь, Стрелочка? Куда? 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 Стрелка, Стрелка! В стороночку, в сторонку. Кейси, Кейси, Стрелка, иди сюда! Сюда, сюда! Иди сюда! Сюда, сюда! Иди, моя хорошая, вы чуть-чуть подальше. Ага, еще отошли. Вот сюда, сюда! Сюда! Куда, куда, куда! Ну-ка сюда! Все! Вот они гуляют. Вот они, видите, дружат. Это тоже кто-то рисовал? Нет, нет, это такая детская игра. Это я у дочери взяла. Хорошо нарисована. Нет, нарисована вот. Вот видите, как? Ай спрятался, Кей. Ага. Вот, видите? Вот эти вот вольеры у нас утепленные. И мы, по сути дела, это мы подготовили и к зиме. Ну вот мелочь. Так будет у нас ремонт весь вольер. Но они все такие мохнатенькие. Мне кажется, им не холодно точно. Холодно. Холодно. Когда минус 30, минус 35. А, ну такие погоды точно. Такие точно, да. Поэтому мы и сено заготавливаем. Вот эти вот вольеры еще у нас в планах поменять всю крышу. Я вам говорила, что мы будем эти вольеры переносить. Но решили, что нам не осилить переносом вольеров. И поэтому мы решили, мы заново перекроем крышу. Для этого мы ждем местный грант. Мы должны вот-вот выиграть местный грант. И мы закупим большую себе морозилку. Купим сутой корм, гречу купим. И покроем крышу. Перекроем крышу, особенно вольеры, которые тягут. Ну вот у нас. Вот видите, вот такие картинки у нас. Вот эти вот все. Они дружат тоже. Они вот вместе, видите, в азербурге. Жаль, ни с кем у нас не дружат. И даже гуляет один. Да, вот он. А Нюша тоже одна. Нюша такая удивительная собака. Смотрите, она большая. Но вот я не знаю, как она чужие будет реагировать. Она такая вот своеобразная Нюша. Да, своеобразная Нюшенька. Вот у Нюши тоже все утеплено теперь. Утеплено картинки все. Да, все вот покрашено. Стены вот эти мы тоже все утеплили, чтобы не было. Ну, чтобы хоть как-то. Может быть, все равно холодно будет нам, что называется, спокойнее. Мы что-то приложили. И скоро у нас начнет строительство друсура. Да, вот она скоро начнется. О, здесь уже начали привозить землю. Я ее не видела. Вот здесь что-то пошло какое-то движение. А, это не стали. Это наоборот откопали. Ага. Вот здесь вот у нас же находятся колодцы. И вот сейчас верность нам перечислила 100 тысяч. И вот сейчас начнутся. Вот я думаю, в следующий раз, когда вы приедете, вот это должно быть все снято там на 20. Снято уже, то есть, да. Мы через месяцок в следующий раз обязательно постараемся собрать. Грунт весь, весь грунт вот этот вот увезут, весь хлам увезут. И вот это вот место будет вот хорошая дрессура такая вот сделана. Грунт, а тут такое место позволяет. Да, здесь будет очень хорошо. То есть, люди смогут прийти и погулять с собачками тут. Да, 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 заниматься здесь могут. Я понял. Да, здесь мы потом хотим телевидение пригласить, когда у нас все будет. И я приглашу девочек, которые занимались собаками. Это школьницы, нам-то не никогда. Вот у меня сегодня смена, это я вот с 8, ну где-то в 5-6 уйду, а потом у нас часов 8. Вторая смена. Это будут гулять еще раз здания. У нас сейчас вы прошли, собаки уже все такие нагулиные, сытые. Мы их покормили один раз. Теперь мы второй раз чуть-чуть кормом сухим подкормом. Выгулим тех, которые терпят. А у нас очень много терпящих собак, которые терпят. Прямо терпят из вольера? Терпят, даже нет, ничего не сделают. Вот людям на заметку, кто хочет собаку, которая будет сразу терпеть, можно приходить в приют и забирать, у вас будет терпеть дома. И приучать не надо, и все прямо очень хорошо. Ну, бывает терпят, что и два выгула, но я все равно считаю, что три раза надо. Три раза гулять собаку, два раза это издевательство. То есть, ну, 12 часов терпеть, это вообще-то. Попробуй сам так, потерпи, что будет, куда заберешься. Так что вот, здесь видите, сейчас укрепляют они, вот у нас здесь идут какие-то колодцы, не знаю, канализация или что, но их тут несколько, вот их будут утеплять, не дело говорить. Ну, в общем, что-то там с ними делать. Ставить кольца, заменять, снимать вот этот грунт, и потом вот у нас будет здесь площадка, хорошая площадка. Будут заниматься дети. Дети, то есть, как волонтеры приходят, приходят и... У нас есть кинолог, и она занимается с детьми. Это обычно по субботам, они приходят, они обычно уходят, ну, зимой у нас занимаются, и нам мешают. Ну, куда деваться. А вот летом они уходят тут на площадку, вот, и к себе, вот, они с ними идут. Собачки у нас обработаны, она их забирает от нас. То есть, всеми прямо и лекарствами, все, и всякие, вот, и, как его... Прямо всем-всем обрабатываете, то есть, как бы, да? Да, мы делаем обязательно прививки. У нас приют большой, 120 собак, и просто не выживать. Ну, от бешенства, вы знаете, нам делают бесплатно, ну, всем делают бесплатно у нас в России. А остальные просто не выжить, есть энтериты, куча-куча-куча всего, пара грипп, и чего там только нету у собачек. И вот если это не сделать, то это будет огромная-огромная смертность. Поэтому раз в год мы обязательно делаем прививки. Раньше мы делали импортные, теперь мы перешли на мультикам. Ну, не всегда работает, да? Нет, вы знаете, некоторые собачки очень плохо переносят. Переносят прям плохо потом становится? Да, вот есть были у нас случаи, и прям держим преднизолом. А, ну, то есть, аллергия, чтобы снять, отеки снять. Да, ну, это, не говорю, что они плохие, они хорошие, наши прививки, но бывает такое. А может быть, у нас в голове просто, что импортное лучше, мы привыкли к этому, она дороже. Видимо, у собак тоже в голове, раз они опухают, а они прививку не ту поставили. Нет, это очень редко, но бывает. Вот на мою бытность было, наверное, может, в случае 3-4, когда вот действительно собаке плохо, сразу преднизолом. Ну, это и вон 9 бывает. Ну, бывает, да, конечно, непереносимость индивидуальная. Мне кажется, и на набивак могло бы такое быть, пожелать. Да, это вот непредсказуемое. Я просто где-то, у меня было пару случаев у знакомых, что вот мультикам ставили, просто не работал. Ну, то есть, собак все равно потом энтеритом заболел. Или, может, просто там ставили как-то, не знаю. Может быть, что-то нарушили, я даже не знаю. Ну, мы сейчас пойдем только на мультикаме. Просто, во-первых... Так альтернатива-то нет, что мы и мы сами сейчас мультикам ставим. Просто, ну, куда деваться. Не заказать нигде на бивак, да, как быть. Соответственно, мультикам, да. Сейчас мы тоже участвуем в гранте, вот, добро, мы вместе. Ага. Как раз на медикаменты, вот на все, на это, для собак, которые там у нас пожизненно больные, такие вот. Типа покрелов и все, да. Да, выиграем, не выиграем, не знаем. Ну, участвуем во всем, чтобы выжить. Ну, это, конечно, по-другому. Ну, другого нам никак просто. Ну, вот так, видите, вот здесь. Вот та фанера, это тоже наша. Это мы утепляем, это мы не купили. Вон та здоровая вот эта вот пачка. Еще нам обещали привезти. Такая толстая, хорошая фанера. Это мы утепляем, покупаем только бруски, краску. Ну, короче, вот так мы живем. Ну, хоть как-то, ну, уживаем. Вот. Так что, ребята, всем еще раз говорю, будут все ссылочки на группу ВКонтакте приюта, ссылки, координаты. В общем, заходите в описание ролика, там все будет, чтобы помочь приюту, пожалуйста. Также вы можете помочь приюту через меня, купить корм со скидки 35%. И я его привезу также в конце следующего месяца. Подпишу, сами сможете увидеть свои имена, рассмотреть, помочь приюту. И, соответственно, как работаем. То есть, люди собирают мешочки, а потом мы, соответственно, удваиваем мешочки, собранные людьми от себя еще дополнительно. То есть, получается, мешочки от подписчиков мы удваиваем лично своими мешочками. Вот. Так что, помогайте приюту напрямую, помогайте приюту через нас, помогайте, как хотите. Главное, помогайте. Смотрите, есть еще воспитанные собаки, есть, которые, соответственно, уже терпят в туалет. Бесплатно. Бесплатно, да, что немаловажно. И терпят в туалет, и все. И вот берите собачку, делайте благие дела. Так что, всем всего доброго. уважаемые подписчики я очень благодарна вам за помощь спасибо вам большое спасибо что вы помогаете приютом не обязательно нашему любому помогите знаете все приюты к сожалению нет у нас практически государственных приютов а мы все просто выживаем мы все находимся в очень бедственном положении огромное вам спасибо и низкий поклон дмитрию ксении и вам дорогие подписчики теперь уже мои друзья тоже спасибо вам большое до свидания